Друзья, всем привет! И сегодня мы поговорим о втором поколении регуляторов Ray 32, это версия Metal. Metal регуляторы отличаются своим бешеным, просто током, который они выдерживают и нужны именно для нашего следующего проекта. Кроме того, я расскажу в конце пару слов о нашем новом проекте, куда это все пойдет. Погнали! Это 32-битные регуляторы, которые имеют очень большое количество интересных фишек. Этот регулятор выглядит следующим образом. Большой, очень крупный регулятор, который выдерживает токи в целом до 60-80 А, без каких-либо проблем. Огромные полевики, которые они здесь используют, запиханы в металлический теплопакет. Скорее всего, они гораздо быстрее отдают ток, ну и, конечно, пропускают они его больше, без того, чтобы нагреваться. Кроме того, есть интересная особенность. Да, это регуляторы Bell Helio 32, соответственно, они имеют телеметрию, которая передается по отдельному пину вот здесь вот. То есть, выведено все удобненько, три проводка кидаете, все работает. Интересно то, что они здесь аналогичным образом реализовали датчик тока, как, например, на Fireworks. И я думаю, это вообще под тренд такой постепенно будет вводиться. Это у нас датчик холла, насколько я понимаю. Получается, здесь измеряется проходящий ток не с помощью падения напряжения через резистор, а с помощью магнитных полей, которые создает ток при прохождении. Естественно, огромное количество конденсаторов здесь, здесь, здесь 2200 микрофарад конденсаторов. То есть, по идее, вам не нужны никакие дополнительные конденсаторы, но об этом мы поговорим чуть позже. Естественно, здесь есть также подсветка, основной микропроцессор, драйвер, небольшая обвязка, здесь маленький преобразователь напряжения. Да, в принципе, больше здесь ничего и нет. Светодиоды, кстати, с обеих сторон. Вот здесь два и вот здесь два. Я не уверен, зачем они нужны именно с каждой стороны, но, скорее всего, для того, чтобы устанавливать их и таким, и таким образом. В пике заявлено 80-85, это то, на что способны эти транзисторы, но стандартный ток, который они продолжительное время могут вытягивать, это 60-65 А. Они поддерживают, по-моему, 8С, возможно, даже 10С, но это надо проверять, как здесь рейтирован, на какое напряжение рассчитаны здесь конденсаторы. Но у меня сейчас складывается ощущение, что они все рассчитаны на напряжение 50 В, поэтому 10С, ну, уже, в принципе, на грани, там будет 42-44 В. Конечно, такая дикая мощь не дается даром, и такие регуляторы немало весят. Каждый регуль весит здесь по 6,5 грамм. Тот же самый Wraith 32, первая самой версии, весил, например, всего 4,7. Такие мощные лошадки, которые позволят вам устанавливать дикие моторы, дикие пропеллеры, использовать 6,8С аккумуляторы. В дополнение к этим регуляторам я заказал себе вот такую ПДБшку. Это одна из самых интересных ПДБшек, которые я видел на данный момент. Это Матрикс ПДБшка, выглядит она следующим образом. Безумно крутая ПДБшка, которая позволяет вам подключать вот именно такие регуляторы в цепь. Я все-таки хочу их замиксовать, посмотреть, насколько будет это все дело плавно. Потому что есть проблемы, когда вы используете большие моторы, большие аккумуляторы, высокие напряжения, то чуть только какие-то помехи, коптер потрясывает и так далее. Вы не получаете того самого удовольствия от такого плавного мяткого подхвата. Я попытаюсь это установить внутрь своего следующего проекта и посмотрим, как оно пойдет. Здесь конденсаторы, как видно, огромное количество их в ряд. Это все хорошие конденсаторы, которые позволяют убрать весь шум в ноль просто от регуляторов. И также помогают стабилизировать напряжение для самих регуляторов. Здесь находится приблизительно 4800 микрофарад. А на самом деле огромная емкость. И кроме того, здесь есть еще датчик напряжения, датчик тока. Два преобразователя напряжения. Один на 5 вольт, другой на 12 вольт. Но как они говорят, 12 вольт он здесь на подписан, но на самом деле он дает 10 вольт. Это, например, на видеопередатчике, которое от 7 вольт и выше. Вот мы будем использовать эту штуку там. Небольшой датчик тока, но я вот не знаю. Я, наверное, сейчас пока поставлю как есть. А чуть позже, скорее всего, мы его отсюда выкинем. Я просто кину здесь перемычку, чтобы вот эти 0,5 Ома не вносили, на самом деле, поправки к нашим с вами коэффициентам. Потому что эта фигня достаточно может греться на больших токах. И это достаточно большое сопротивление. Я бы хотел, чтобы мы от него избавились, чтобы регуляторы работали все-таки напрямую от батки. Итак, для чего мне все это нужно? Скажем так, я хочу построить очень-очень быстрый коптер, который я собираю вот на этой раме. Это рама Real 1. Я ее опять нашел, отобрал у моего коллеги, который на ней что-то там собирал. И теперь хочу сам продолжить мучить ее. И я поставил сюда эти самые моторы от XFood, которые мы с вами недавно смотрели. Мощные моторки. Хорошо себя показывают именно тогда, когда требуется большая мощность. Они большие. Магниты не скривленные. То есть будет меньше ревибраций. Будет плавнее работа. Я напечатал канапу. Ну, она на самом деле так себе. Можно еще улучшить. Возможно, будут доработки этой канапы. Но это просто быстрый вариант, чтобы хотя бы какое-то представление иметь, как это все будет выглядеть. Суть в том, что нам нужно минимально сопротивление при примерно вот таком угле, когда коптер будет лететь. Или даже вот таком. И я постарался сделать эту штуку более-менее такой обтекаемой. Хотя не совсем получилось. Здесь можно будет скруглить слегка эти вещи. Сюда встанут вот эти регуляторы. Я пока не знаю, как вставить. Я как бы здесь делал вырезы под эти регуляторы, чтобы они вот так поверх становились. Думал, здесь вот возможно, чтобы максимальное охлаждение. Но я не знаю, насколько на самом деле это действительно требуется. Потому что моторы, возможно, не потребуют столько тока, чтобы это реально все грелось. Есть второй вариант, как бы здесь сбоку вот так вот их поставить как-то. Но, в общем, я пока думаю, как их туда разместить, чтобы это было все комфортно, компактно. И, кроме того, были за регули, хорошо обдывались. Но, тем не менее, были как-то защищены. Внутри у нас получается достаточно много места. Тут высокая башня можно поставить. Но, на самом деле, у нас с вами есть тот самый полетник, который я недавно показывал от Matec. Где все в одном. И, на самом деле, нам больше ничего не надо. Matec будет питаться чисто от этой ПДБшки. На 5 вольт я подам их сюда. Вот таким вот образом они встанут. Две платки. В основном в Matec есть и приемник, и ОСД. Пару UART для того, чтобы телеметрию в стягуле получать, если я все-таки займусь этим. Так что никаких проблем не должно быть. Оптимально, на самом деле, гонять это все на 6С. Возможно, чуть-чуть поднажать и на 7С попробовать. Но, в целом, как считаю я, и, на самом деле, некоторые мои знакомые, все, что вы даете больше, чем 6С, там, 8С, 10С ребята практикуют, на самом деле, скорости выше они от этого не добиваются. Просто больше энергии уходит в тепло, больше приходится перерабатывать. Тяжелее становится коптер, больше металла таскает. И так далее. Не знаю, на самом деле, нужно это или нет. Я считаю, что 6С это предел, который логичен, и на котором можно уже достаточно высокие рекорды стоять. Недавно чувак поставил на своем самосборном коптере в рекорд скорости 300, сколько там, 320-330 километров в час. Я думаю, хотя бы 250 разогнаться было бы уже неплохо. Ну, а как это пойдет, будем видеть чуть позже. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Race 32 Metal, я давно, на самом деле, хотел их попробовать. Действительно, красивые регуляторы. Посмотрим, на что они способны. В нашем случае, как раз, мне кажется, это очень даже неплохой вариант. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok